Приветствую вас, если честно, то в вашей истории пока что я вижу только то, что у вас очень сильно занижена самооценка, вот, и то, что вы, вероятно, не знаю, боитесь, боитесь остаться, одна, например, вы боитесь, что парень от вас уйдет, вы не полагаете, не полагаетесь на себя, вот, и, в общем-то, в глубине души, наверное, считается, что достойно такого к себе отношения, вот. Плюс ко всему вы не задаете вопрос, вот, плюс ко всему у вас есть завышенные какие-то ожидания от парня, явно не имеющий ничего общего с ним самим, да, то есть вы ждете, что он будет, значит, что-то делать, ну, для вас такое, вот. А он ничего не делает, и вы, как бы, постоянно на негативе из-за этого, вот. А также не совсем ясно, почему вы согласились с ним на отношения, как бы, вот, если он так себя ведет, вот. То есть вот, как бы, для меня эта ситуация, если честно, не совсем ясна, да, просто, как вы, значит, выстраивайте отношения, свои с, ну, с мужчиной, вот. Дальше идем, значит, так, выпишите оставшиеся чувства у вас, а какие чувства, то есть какие чувства у вас к мужчине остались? Остались. После, вот, того, что он для вас, ну, после всего того, что он вам сделал, вот. Какие чувства, это любовь или, или что у вас к нему? Что-то, на мой взгляд, тоже нужно посмотреть и поисследовать, обязательно. Вот. Далее вы говорите, что родители не дают вам завершить отношения, я, если честно, в этом сильно сомневаюсь, потому что очень похоже на то, что вы ищете какой-то предлог для того, чтобы не принимать окончательное решение расстаться. То есть, ну, как будто бы вы надеетесь, что он изменится. Вот. Так вот. Опять же, по одной причине, что вы чего-то боитесь. Вот. Как бы. И мне, ну, лично мне кажется, что все дело в этом. Вот. Если вы его любите, да? Если вы его любите, то вы понимаете, что, коль он пьет, то, наверное, с вами, с вами ему не так хорошо, как, например, могло бы быть. Если вы любите своего ребенка, то вы, опять же, понимаете, что ребенку будет только хуже с таким бабой. То есть, вам нужно отдавать себе в этом отсчет как можно лучше. Вот. И, в общем-то, определиться нужно для себя, да, определиться нужно для себя, чего вы, собственно говоря, хотели бы. Что вам, собственно говоря, нужно. Вот. А, значит, что вы хотите. Чего вы желаете. Вот. Понимаете, какая штука? Вот. Так что, непонятно природа ваших чувств. Вот. Ну, ну, на мой взгляд, по крайней мере, непонятно природа ваших чувств. Вот, в принципе, так можно ответить на ваш вопрос. Вот. Это даже не совсем вопрос, а такой вот текст. С проблемой. Вот. В целом, мне кажется, что вам не хватает своей позиции, не хватает своих целей, вам не хватает своих каких-то ориентиров. Раз, раз вы терпели такое отношение молодого человека, да, к себе это, опять же, ради чего вы терпели это. Вот. Вот. Вот, в принципе, об этом вам стоит подумать. Вот. На мой, на мой, на мой взгляд. На мой взгляд. А, вот, в принципе, так. В принципе, так. Я думаю, я думаю, можно вам ответить. Для большей информации, ну, слишком мало. Для больших рекомендаций, слишком мало информации. Инфо. Инфо. Если хотите разобраться подробнее, то, я думаю, вам нужно будет более, ну, более подробную информацию предоставить о себе. Вот. То есть, какое значение для вас имеет мужчина? Какое значение для вас имеет ребенок? Вот. Что вы вкладывали в, как бы, что вы вкладывали в ребенка? Какое значение вы вкладывали в ребенка? Какое значение вы вкладывали в его рождение? Вот. И так далее. То есть, эта история, она, вот так, значит, ну, мне видится. И вот так открывается. Вот. Вот, в принципе, все на этом. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. А посмотрите, пожалуйста, в интернете цедромазохистические отношения. Вот мне кажется, что вы в отношениях выступаете как раз таки в качестве мазохиста, то есть человека, которому нравится, когда над ним, когда к нему плохо относятся. Подобное восприятие внешнего отношения к себе, со стороны других людей, произвлекает из детства. Вот. И, соответственно, корректируется проработкой детско-родительских отношений. Вот. Вот, в принципе, так. Я вам желаю всего вам самого доброго и удачи! Спасибо за внимание!